Коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда приступает к рассмотрению дела по апелляционной жалобе осужденных Камалова и Гамзатова. Заседание проходит в открытом режиме. Интерес осужденных представляют их адвокаты. Защитники выступили с ходатайством о смягчении приговора, настаивая, что убивать таксиста осужденные не планировали. Однако во время следствия выяснилось обратное. В начале сентября прошлого года на окраине Шимкента был обнаружен труп мужчины. Насильственные причины смерти не вызывали сомнений. Руки и ноги мужчины были связаны буксировочным тросом. Лицо обезображено снегами от побоев. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье убийства. Личность убитого установили. Им оказался 30-летний житель Шимкента Юнус Базаралиев, подрабатывавший частным извозом. В день жестокой расправы Юнус выехал на своем автомобиле Део Джентра, но домой так и не вернулся. Сразу возникла версия, что неизвестные хотели ограбить таксиста или похитить его автомобиль. В ходе расследования версия полностью подтвердилась. В ходе досудебного расследования были установлены подозреваемые и в течение двух дней они были задержаны. У нашего потерпевшего имелся сотовый телефон. Этот телефон подозреваемые продали в Сарагашском районе. Удалось установить скупщика. Скупщика допросили. Выяснилось, что подозреваемые были его знакомыми. Он их сразу назвал. На первом же допросе 32-летний житель Сарагашского района Канат Камалов, ранее судимый за кражу. И 42-летний махторалец Расул Шайзаков полностью признались. У них была обнаружена и похищенная Део Джентра. Следователи установили все обстоятельства преступления. В тот день Камалов и Шайзаков приехали погасить в Шимкенте. После ни одной бутылки выпитого приятелей потянуло на приключение. Они взяли такси, попросив отвезти их за город. Выбрав укромное место, они и набросились на водителя. Таксист Юнус оказал сопротивление, вызовав ярость у нападавших. Парни связали буксировочным тросом и устроили настоящую расправу. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Южно-Казахстанской области признал Камалова и Шайзакова виновными по статьям убийства, совершенные по сговору с корыстной целью – похищение человека, разбой. Приговором суда им назначено наказание в 20 лет лишения свободы строгого режима. Считаю назначение наказания адекватным совершенному преступлению. Прошу коллегию областного суда оставить приговор суда первой инстанции без изменения. Областной суд, взвесив все обстоятельства, не нашел причин для изменения приговора. Апелляция осужденных оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.